Всем большой привет! Меня зовут Татьяна и у нас сегодня на обзорчике вот такая новиночка от Наташи Динона. Называется Hyper Natural Face Palette. Наташа ее позиционирует как No Makeup Makeup палетка. То есть это палетка и для макияжа глаз. Вот здесь вот нижний ряд это тени, дальше здесь есть бронзер и здесь есть румяна. Я бы конечно поспорила, что это прям No Makeup, но давайте по порядку. На упаковке написано, что после открытия палеткой можно пользоваться 24 месяца, то есть 2 года. Меня это очень обрадовало. Как писала Наташа, здесь максимально натуральные ингредиенты и как правило такие продукты достаточно быстро портятся. То есть вот у меня сейчас есть консилер, я забегаю вперед вам покажу. Это новинка такая относительно от Erborian. Здесь тоже супер натуральный состав, чуть ли не ухаживающий крем вместо консилера. Но фишка в том, что здесь написано, что после открытия его можно использовать только 3 месяца. Я просто когда это увидела, я была в тихом шоке. Здесь же нет, здесь написано 24 месяца. Ну окей, поверим Наташе, что за 2 года эта палетка не испортится. У себя в инстаграме Наташа просто пальчиками наносит вот эти тени на глаза и как бы считается, что все, этого достаточно. Давайте сейчас начнем краситься, а после того, как сделаем наш макияж, мы полностью обсудим эту палетку. Для начала нанесу консилер немножко. Консилер у меня от Hourglass. На нем будет хорошо тушеваться. Вот эти нижние тени по концепции Наташи Диноны можно наносить просто пальцем, вот так вот потереть и как бы все, макияж готов. Я пробовала уже так наносить отдельные тени и не совсем, наверное, это под мое веко. Если у вас идеальное веко, молодое, раскрытое, без каких-то там морщинок, то да, оно наверное будет хорошо сидеть. Это у нас муссовая текстура и в принципе она достаточно стойкая, если нет каких-то складок на веке. У меня же есть достаточно такая крупная складка на каждом веке и туда немножко, немножко, но западают эти тени, если их наносить просто не закрепляя. Это не совсем кремовые тени, это скорее муссовая текстура и в целом-то они стойкие, но я для себя поняла, что мне все-таки нужно их закреплять. Поэтому для начала я возьму как базовый самый светлый оттенок из палетки бронзера и нанесу его полностью на подвижное веко, чтобы уже потом на него наносить наши муссовые тени. У этого бронзера, на удивление, не очень теплый оттенок, я бы даже сказала какой-то олив с оливковым подтоном, что странно, потому что у Наташи часто очень теплые тени. Я понимаю, что это бронзер, но Наташа говорит, что этот бронзер можно использовать и как тени, что собственно она в своих видео и делает. Вот когда я наношу сначала бронзер, а поверх уже тени из этой палетки, то в данном случае у меня ничего никуда не уплывало. Вот этот casual серый оттенок я тестировала на целый день, наносила вот так бронзер сначала и сверху только серый этот оттенок и ходил так, ну наверное часов 7 я проходила с таким макияжем и у меня никуда ничего не сдвинулось. Единственное, этот серый оттенок, он когда наносишь, он как будто чуть-чуть пятнит. Здесь в целом я наловчилась, у меня получилось ровно нанести этот оттенок и мне он понравился тем, что он не очень насыщенный, это действительно что-то как на каждый день можно носить, то есть это не то, что вы наносите серый оттенок и у вас получается сразу смоки. Здесь это скорее намек на легкий ежедневный такой серенький макияж, ну не знаю как объяснить, но в принципе на каждый день мне понравился этот макияж. Сегодня хочу более коричневые оттенки с вами потестировать, возьмем вот этот вот everyday и я нанесу его как базовый на все подвижное веко. Что мне понравилось в этих оттенках, что они в рефилах кажутся очень такими насыщенными, но когда начинаешь их наносить, они выглядят такими приглушенными ежедневными оттенками, именно вот как Наташа и позиционирует на каждый день. Кстати, кистью хорошо тушуются эти тени, я так немножко разогналась тут. И видите, после того, как я нанесла, очень неспокойный оттенок, то есть тут ничего супер сверхъестественного нет. Давайте вот этот самый темный оттенок statement. Попробуем нанести его кистью. Эта кисть от Наташи Диноны номер 8. Я хочу затемнить немножко уголок. Слушайте, ну тушуется хорошо, мне нравится как тушуется. Надо чуть-чуть поднять, а то у меня нависшая века. Чуть-чуть приподнимем. Есть небольшие осыпашки, но, кстати, когда я наносила пальцами, у меня не было осыпашек. Только когда начала наносить кистью появились. Я тут уже много нанесла. Сейчас я тут немножко раз тушую. Слушайте, ну как для муссовых теней они очень хорошо тусуются. Да, тушуются. Вот даже если я напятнила, я все, я взяла пушистую кисть. Интересно, что я вот смотрю, эти тени кажутся что-то такое шоколадно-коричневое и на свочах и так вот в рефиле. Но когда я нанесла на себя, мне кажется, что-то оливковый потон какой-то проявляется. Может быть, это из-за бронзера, но его уже практически не видно. Ну ладно. Я хочу еще взять вот такую длинненькую. Это МАК-221С и более детально вот здесь уголочек проработать. Интересно, что сыпется только темный оттенок, либо я просто замечаю, что он сыпется больше. Возьмем вот эту сияшку Дримми. Это чисто топпер такой хлопьеобразный, но он ощупь такой мягенький кремовый. Посмотрим сейчас, как на глазах будет. Так, сыпашки полетели, но на глазах красиво. У него такой нейтральный серебристый оттенок без желтизны. У него мелкие частички такие, они распределяются хорошо по всему глазу. Нет таких каких-то отдельно ярких крупных блесток, очень мелкие частички. И тоже это что-то больше натуральное, то есть это больше ближе к именно быстрому ежедневному макияжу. Я за кадром еще подвела карандашом немножко ресничный край. Это у меня мой любимый Estee Lauder Double Wear. Оттенок 02 кофе. Я его часто показываю. Также нанесла сегодня тон от Айзенберг в одном из предыдущих видео. Вам его показывала. У него такой, знаете, матово-сатиновый финиш. И консилер от Hourglass, который мы наносили в самом начале. Хочу сейчас взять пудру Evelyn Wonder Match. Я показывала ее в предыдущем видео. И я с ней подружилась в целом сейчас. Мне понравилось наносить ее больше пуховкой, чем кистью. И мы сейчас под глазами немножко зафиксируем. Так как у Наташи румяный бронзер все-таки это сухой продукт здесь в палетке. Ну такой тоже он чуть-чуть муссовый. Не на 100% сухой этот продукт. Но все-таки по сравнению с тенями я не могу сказать, что он кремовый. То есть консистенция ближе к сухому. Поэтому я хочу вот здесь хорошо припудрить. Чтобы наши румяна и бронзер хорошо тушевались. Здесь, конечно, для бронзера не очень много места. Обычно один оттенок занимает все пространство, в котором у Наташи занимает три оттенка. Самый светлый, в принципе, он даже для меня, он даже на моей коже не особо виден. Поэтому я, как для бронзера, буду просто миксовать. Ну вот, когда много уже наносишь, наверное, надо, можно взять кисть и побольше. Дальше буду растушевывать уже большой кистью. Можно, конечно, вначале напятнить маленькой кистью, не очень удобно. Но оно очень классно растушевывается потом большой. В принципе, можно попробовать сразу большой, чего я туплю. Ну, вообще, тушуется просто на раз-два. Даже если я сразу пятен поставила, вообще отлично. Я все-таки решила за кадром накрасить ресницы. Это у меня Maybelline Sky High. Ничего не меняется. И теперь можно приступать к румяном. Закончим наш образ. Здесь тоже в маленькой ячейке два оттенка румян. Мне понравилось точно так же их смешивать между собой. Сейчас вот так немножко распределим, а потом растушуем. Если их вот так вот мешать, то они достаточно пигментированные, достаточно яркие. Но если много получилось, то можно вот этими светлыми, так вот, с краешку, края чуть-чуть подтушевать, и будет нормально. Видите, достаточно сильный оттенок такой у этих румян. Сейчас вот здесь вот тоже распределим сначала. И опять же светлым оттенком чуть-чуть край подтушу. Ну вот, буквально два движения, и все. Я хочу еще светлым оттенком румян влезть вот сюда, в наш макияж. Мне очень нравится добавлять румяна вот сюда, в макияж в основной, в макияж глаз. Это как бы так все вместе собирает. На губы быстренько нанесла помаду от Nars в оттенке Nars Orgasm. Ну, это такая полупрозрачная помада-бальзам. Сейчас поближе покажу. Я думаю, все знают этот оттенок и эту помаду. Ну что ж, макияж готов. Давайте теперь обсудим Наташину новиночку. Для начала хочу показать вам размерчик. Вот Наташа Динона Бронз Палет у меня есть. Это считается маленькая Наташина палетка. Эта же палетка еще меньше. По габаритам вот вы видите, насколько она меньше. Но на самом деле, уже попользовавшись ей, я не вижу в этом какой-то проблемы. Мне, в принципе, удобно. Плюс, мне кажется, это будет классная палетка взять куда-то ее с собой. Может быть, еще с этой позиции Наташа делала размер, потому что какую-то большую ты не потащишь с собой. А это достаточно удобный, компактный размерчик, который можно положить в небольшой рюкзачок. И, по сути, у тебя практически все для макияжа будет с собой. Формула вот этих пяти оттенков теней, которая у нас снизу, она такая интересная. На ощупь это скорее что-то муссовое. Муссовая такая консистенция. Это не стопроцентные кремовые тени, но и не сухие. То есть, это что-то вот посерединке. Сейчас вот вышли новинки от Huda Beauty Creamy. Там полностью палетки кремовых теней. Я сколько не смотрела на них обзоры, но их очень ругают, потому что они абсолютно нестойкие. Я немножко побавилась, что здесь будет та же история. Но так как это не стопроцентно кремовая консистенция, а муссовая, в принципе, у меня на глазах они держатся. Единственное, у меня вот здесь вот есть такая уже возрастная складка. То есть, у меня нависшая века. И здесь вот есть складка на одном и на втором глазу. И я первым тестировала вот этот красный оттенок, красный, розовый, вот этот с розовинкой оттенок. Я наносила его на голое веко с консилером. И чуть-чуть растушевала сверху румяными вот этими светлыми, но на само подвижное веко я не заходила. Я чуть-чуть подтушевала и все. Я хотела просто попробовать, как это будет держаться. И он, ну так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но скатался в мою складку. И все-таки для меня, как я уже показала в макияже, лучше сначала какой-то сухой продукт положить, как подложку. И только поверху уже наносить эти муссовые тени. И тогда у меня все хорошо держится. Вот сейчас я смотрю, у меня они никуда не двигаются, тени, очень хорошо все лежит. И что самое интересное, я уже показала в макияже, очень классно они тушуются. Плюс мне еще понравилось, что оттенки, хоть они и кажутся достаточно темными некоторые, но когда наносишь их на глаза, они, ну вот такой какой-то ежедневный вайп у них есть. Не знаю, можно ли так выразиться. То есть, как я понимаю, Наташа делала эти оценки под разный цвет кожи. Но даже на мне, ну, наверное, кроме вот этого самого темного, все остальные оттенки я могу назвать ежедневными. Я уже говорила, что вот этот серый мне очень понравился. Необычно получилось. Вроде как просто я нанесла только его и растушевала бронзером, вот этим самым светлым. Но достаточно необычный ежедневный спокойный макияж получился. Единственный оттенок, который я не стала бы наносить сам по себе один, это вот этот сияющий дрюми. Он все-таки это спаркл, он такими хлопушками небольшими. У него есть небольшая подложка, такая кремовая, но все равно он отдельными частицами. Все-таки в ежедневном макияже я не вижу этот оттенок. Но сегодня я его наносила поверх, и он как топер. Выглядит очень красиво. Мне очень нравится то, что сегодня у нас получилось. Я, честно говоря, боялась, что мне не понравится эта палетка. Но пока что все, что я тестировала, все хорошо. Немножко замылился у меня вот этот оттенок Everyday. Я посмотрю, как дальше будут вести себя тени в рефилах. Дрюми уже после нескольких нанесений, там уже такая ямка появилась. Я думаю, что он очень быстро закончится. Кстати, по количеству. Здесь у нас на всю палетку 12,8 грамм продукта. Что касается румян с бронзером, вы видели, они достаточно пигментированные. Здесь тоже это не супер сухая текстура, а она такая тоже так с намеком на муссовость. Мне очень сложно передать вот эту текстуру. Когда делаешь сводч и когда вот дотрагиваешься, это что-то такое мягкое, бархатное. Наверное, так это можно сказать. Но при этом это сухая текстура. Здесь еще очень удобно, очень большое зеркало. Я его сейчас использовала. Не кривит, не косит. Вообще упаковка у Наташи, как обычно, очень мне нравится. Единственное, заляпывается. Вот видите, я ее постоянно протираю, но пальцы у меня уже на ней видны. Что вообще хочу сказать? Я довольна покупкой. Мне палетка понравилась. Я буду ей пользоваться, мне кажется, на ежедневной основе. У меня еще есть такая история, что если я уже крашу макияж глаз, то я люблю использовать какой-то один продукт, одну палетку. Но тут у меня получается еще и румяна, и бронзеры. Это очень удобно. Мне не надо доставать много каких-то разных продуктов. И это, в принципе, подкупает. Да, в этой палетке нет каких-то ярких, необычных цветных теней, каких-то дуахромов. Это достаточно базовые оттенки. Но я на каждый день такое очень люблю. Это вот конкретно моя история. Кто-то не любит, поэтому для кого-то, может быть, это палетка мимо. Ну что ж, вот такой небольшой обзорчик у меня сегодня получился. Надеюсь, было полезно. А мы увидимся с вами в следующих видео. До новых встреч. Пока. Не забудьте подписаться на мой канал. И также заходите в мой инстаграм. Я завела новый инстаграм, но под старым именем. Поэтому по старым ссылкам также он работает. Но я оставлю ссылочку еще в описании под видео. Все, на сегодня все. Пока. Увидимся.